О том, что правительство сидит на чемоданах, говорили как минимум с начала года. У каждого из кабинета министров был свой багаж. Кто-то все пытался обуздать проблемы со старыми ТЭЦ и не всегда удачно справлялся. Планы обеспечить абсолютно всех скоростным интернетом потерпели фиаско. А вот в этом дипломате удачный кейс. Деньги из нацфонда уже поступают дети. Так или иначе новому составу придется разбираться либо со своим багажом, или багажом своего предшественника. Партия большинства Аманат выдвинула на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова. Депутаты рассмотрели ее и о своем решении сообщили президенту страны. Четыре парламентские фракции проголосовали «за», две воздержались. Представители Аманата и Акжола считают, что у Бектенова железная рука. У нас были достаточно такие затруднительные взаимоотношения, скажем, в процедурах согласования технических законопроектов. Вот новый премьер-министр, понимая и зная это, уверенный, что динамику эту выставить очень четко. Довести до окончательного уже оформления это налоговые бюджетные кодексы, которые дадут стимуляцию притока инвестиций. Он вроде бы такой интеллигентный, но достаточно эффективный и достаточно жесткий руководитель. Сегодня, нам взят, это то, чего не хватало и не хватает правительству. Когда говорятся красивые доклады, делаются красивые презентации, а потом это все тонет в герогатических кабинетах. В итоге вертикаль власти срабатывает, исполнительская дисциплина достаточно слабая. После назначения премьера была небольшая интрига по министрам. В общем, депутаты не хотели прогнозировать, но в некоторых переменах были уверены. Я думаю, министерство здравоохранения, министерство энергетики однозначно должны быть изменены руководители. Министра здравоохранения действительно поменяли. На смену Ажар-Генеят после согласования в парламенте пришла депутат Сената Акмарал Альназарова. Возглавила не самый простой фронт работы. Мы тоже пожелаем ей удачи в этом вопросе, потому что тоже не раз критиковала и давала конструктивные предложения по отношению работы Министерства здравоохранения. Надо завершить, наверное, работу, связанную с поддержкой медицинского работника. Это вопрос о статусе медицинского работника. Нам необходимо будет все-таки усилить защиту. Кресло в парламенте на министерское сменил еще один депутат. Можилисмен Мадита Киев. Он стал министром финансов. От него бывшие коллеги тоже ждут инициатив. У него достаточно такой обширный бэкграунд профессиональный. Он как раз вел вопрос по бюджету, обсуждение было конструктивное. На второй момент это, безусловно, комитетом финансов у нас инициирован законопроект, связанный со снижением проведения парламентских слушаний по вопросам снижения закредитованности населения. Теперь еще к общему такому профессиональному багажу добавился мажорец парламента, где он возглавлял комитет финансов. Тоже это опыт еще одной стороны. Если дело не будет двигаться, поблажек не будет. Парламентарии готовы обеспечить законотворческую поддержку новому кабинету министров. Тем более, что президент уже обозначил перед всеми фронт работы. Например, пристального внимания требует законопроект по госзакупкам.